друзья всем привет это наталья и мой канал по фланкировке шашкой это видео будет посвящено новостям которые произошли у нас за те месяцы пока не добавлялись видео и одному полезному упражнению которое будет нас готовить к вращению к разным вариантом вращения шашками вокруг себя с двумя шашками начнем мы с одной шашки и сегодня будет у нас вращение вокруг себя и так я планировала начать активные новые уроки в осенью осенью прошлого года но у нас новость мы ждем семье пополнения уже в общем-то достаточно скоро и поэтому мне просто не было сил на запись новых уроков плюс у нас мы вступили клубом с мужем и с нашими ребятами федерацию рубки шашкой казарла за это время успели сдать на квалификацию на желтые темляки по рубке выступить в кубке президента ждем до сих пор результатов возможно даже жереме получила красный темляк посмотрим также мы за это время успели сдать экзамены и стали судьями третьей категории по фланкировке казачьей шашкой федерации рубки казарла фланкировка показательная потому что у нас произошло разделение ну она в принципе и было вы сами могли видеть разные стили направления фланкировки кто-то себя позиционирует как приверженец прикладной фланкировки кто-то как практик то есть когда не именно боевая работа идет до направленная на работу с противником а прикладная работа с точки зрения тренировки рубящих ударов и в будущем которую можно перенести на рубку мишени а есть показательная фланкировка это то что делаем мы когда у нас есть и рубящие удары но есть элементы сложной комбинаторики когда шашка не обязательно идет лезвием когда мы добавляем жонглирование добавляем какие-то балансовые элементы то есть все все многообразие вариаций управления клинком без привязки именно какой-то спарринговой работе или рубки мишеней это то что будет называться показательная фланкировка на что направлено обучение именно на этом канале в общем и стали судьями и также мы успели принять участие в соревнованиях международных которые прошли в декабре и с мужем и стали победителями соревнований я в женской категории участница федерации муж мой в мужской категории федерации тоже участников вот поэтому большая у нас была проделана работа за эти месяцы конечно было немножечко на мне до канала сейчас выдохнули активная такая пора прошла и вот начинаем запись новых уроков поэтому и так мы начнем с того чему будет посвящены у нас ближайшие наверное пять уроков мы с вами начнем тему вращения шашкой вокруг себя не обязательно вокруг себя это может быть вращение вокруг себя это может быть проходка в линию или проходка например по кругу как вам больше нравится и у нас будет два варианта первый вариант который я показала на то есть еще раз раз два и второй вариант будет выглядеть вот таким образом в одну сторону и в другую сторону вот таким образом вот соответственно у меня по всех этих двух фигурах всего три элемента вот эти три элемента в мы выучим за ближайшие два урока три урока и дальше мы с вами уже соберем работу на две руки нам в этом будут подсказывать некоторые старые уроки но сегодня мы начнем работу только с одной шашкой так по традиции не включил микрофон записываю второй раз тоже самое видео у нас сегодня идет вращение шашкой причем в ту сторону в которой руке у нас шашка что это значит если я поворачиваюсь через правое плечо вот в эту сторону шашку у меня будет в правой руке это будет один алгоритм движений потому что если шашку меня будет в правой руке а поворачиваться я буду через левое плечо алгоритм движений будет иной то что мы разберем на следующих уроках если в двух шагах в двух словах рассказать то у нас в принципе всего 22 элемента до 22 этапа у нас идет прокрут и вывод шашки и у нас есть два шага с которыми синхронизируют эти два два этапа на шаг мы делаем прокрут вперед на шаг левой ноги шашка выходит оба эти движения вам знакомы потому что прокрут мы делаем часто в боковой восьмерке в черте с прокрутом да и также в горизонтальный этот элемент вам знаком первый этап второй этап вам тоже знаком посмотрите я сейчас вот если отсюда начну поворачиваться раз-два вот это два это как раз часть нашей горизонтальной восьмерки то есть грубо говоря из этого поворота как раз будет очень комфортно выйти на эту горизонтальную восьмерку потому что он в своей структуре уже имеет частичку этого элемента соответственно если вы нарабатывали то вам освоить вращение будет легко надо просто синхронизировать шагами прямая спина опять же да всегда стараемся не напрягать плечо я вам покажу потом где скрываются ошибки самые популярные и мы с делаем на шаг то есть мы например я стою смотрю туда я буду поворачиваться через правое плечо значит я шаг начну делать разверну примерно на 90 градусов там уже как у как вам комфортно будет и здесь момент один есть интересный ваша кисть должна быть для комфортного исполнения чуть правее то есть чуть дальше по отношению по ходу движения чем ваша стопа вот тогда вас грудная клетка будет раскрыта плечо будет расслабленно вы просто делаете прокрут вес переносите на правую ногу дальше шагаете левой ногой шашка лезвием продолжает движение без остановки вы разворачивайтесь чтобы сделать шаг правой ногой ваш корпус утягивает руку плечо не напрягается локоть не поднимается и шашка как раз вот делает вот это вот это второе движение посмотрите как это происходит в нормальной скорости 1 шаг левой ноги 2 1 2 сейчас я иду в линию поэтому мне надо будет проскальзывать когда я буду ходить в линию я вам покажу что это значит вот пока давайте здесь вокруг себя 1 2 1 2 вот я делаю шаг рука у меня уже автоматически чуть правее 1 2 и вот опять я делаю шаг и рука уже уходит сюда в принципе это все дальше мы берем шашку в левую руку и повторяем все то же самое прокрут продолжает движение шашка выходит лезвие где скрываются ошибки часто начинают поднимать локоть то есть хотят как бы помочь шашки и локоть поднимает наверх и получается вот такая картинка если заснимите себя на видео увидите вот это значит скорее всего неправильно делаете раз когда локоть наверх поднимает локоть наверх поднимает если это оправдано тем что например вы практикуете практическую фланкировку его например после поворота у вас тут стоит мишень и вы ее рубите ну тогда да а если вы это в закольцованном повороте все время делаете тогда у вас просто идет ненужное напряжение в плечо поэтому здесь надо понимать как бы где вы это движение делаете второй 2 смешная ошибка но она часто повторяется когда я проверяю видео это когда начинают не стой ноги шагать вот несколько уже студентов так не присылали на проверку задания начинают делать прокрут правой рукой а шагают левой ногой и продолжают то есть в принципе тоже так можно делать да но посмотрите вся конструкция смещена направо и так просто неудобно и некрасиво кстати вот здесь вот зажим идет вот поэтому какой ногой шагаем той рукой делаем прокрут раз два так у меня пошел дождь в общем то наверное все еще быстро обращу внимание что когда мы шагаем вокруг себя вот у нас обычный шаг да как я иду так я иду некомфортно я не высчитываю на сколько градусов мне надо развернуться но если я например на сцене я выхожу к зрителю мне нужно сохранить с ними контакт чтобы это было красиво и при том чтобы мне не закружилась голова то мне придется все время разворачиваться на 180 градусов каждую фазу да ну или там на 360 посмотрите вот 1 2 и вот мне уже надо развернуться на 360 то есть у меня получается на каждые два движения полный разворот корпуса и тогда ноги в ногах добавляется небольшое проскальзывание я не занималась танцами не знаю как это правильно называется наверное как-то называется но шаг будет вот такой посмотрите шаг шаг проскользнула видите теперь развернулась и опять шагнула то есть правая нога носом смотрит на зрителя на и рука опять правее чем стопа опять раз-два проскользнула раз-два и вот таким образом можно идти в линию и третий вариант он чуть менее сложный они все в общем-то не особо сложные когда наработается это идти в по радиусу да там по полукругу или когда вы с партнером например вокруг по кругу проходку делаете у меня на соревнованиях на последних такое было как раз вот вы идете я пойду по полукругу раз-два здесь тоже это проскальзывание есть но она просто не такое большое да и в другую сторону это уже будет другой элемент вот такое движение я надеюсь она вам подарит свободу перемещения потому что конечно хорошо работать разнообразно все-таки это менее интересно когда вы работаете только на месте интереснее когда вы работаете даже внутренне вам комфортно когда вы осваиваете все пространство вокруг вас кто хочет подробнее и углубленнее заниматься всех приглашаю в онлайн клуб в инстаграм у нас начался новый сезон и помимо уроков у нас добавились прямые эфиры где разбираю видео соревнований прошедших очень много там больше 60 видео мы там по два видео за раз разбираем плюс перенимаем техники других направлений вот поэтому большой большая работа у нас уже началась ну и продолжаем здесь новый сезон все спасибо за внимание комментариям рада хороших тренировок с богом пока пока